Девушки отдыхают 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 организаторов колхоза. Имею много оград и грамот. Ибрагимов, Азиз, Азиз-Алы. И я хочу написать книгу про наш колхоз. И хочу, чтобы скорее мою книгу напечатали в городе. В городе. Пусть ее наша молодежь читает и учится. Товарищи, наш колхоз всему Киргизстану известен. Здесь родился и вырос герой Советского Союза и Польши Аманбек. Сын моего лучшего друга Рыскула. Но наш колхоз гордится не только Аманбеком Рыскуловым. Из нашего колхоза вышли два академика, два доктора наук, четыре артистки, товарищи. Если до революции все в нашем АИЛе были неграмотны, не умели ни читать, ни писать, то сейчас у нас все грамотны. А молодежь не сидит на месте, не дорожит землей предков. Она хочет учиться, уезжает в город. Например, мой сын, дочери старого Айдара. О, про наш колхоз можно много говорить. Но мне, товарищ, мне хочется сегодня рассказать не только о наших успехах. Вот. Бездельник. Опять забрался на свое любимое место. Проклятый болтун, иди поливать кукурузу. Здравствуйте. Здравствуйте. Айдар-то твой сегодня такой нарядный. Да. Добрый день. Здравствуйте. Айдар-то твой. Назад. Назад. Иди сюда. Плохо видеть-то. Что здесь напишут? Победительница математической олимпиады фрундинская школьница Геумарова. Ах ты умница. Покатался и хватит. А теперь ты. Вот так. Ребят, подождите немножко. Я же не могу в тебя сразу посадить. Подождите. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, канат. Вернулся домой? Вы так мне голову оторвете. Ну, погодите, ребят. Погодите. А ну, подержи. Салам алейкум 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 салам, канат. Посмотри вниз на дорогу. У вас у тебя острый. Может, машина едет? Пыль клубится. Это машина. Это машина. Я знаю машину вашего сына, но это не она. Колхозный молоковоз. Везет в город молоко. Без тебя вижу, что молоковоз. Ой, 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 ой. Эй! Что? Работать будешь? А я что по-твоему делаю? Как я тебе? Понял, понял, все, понял, понял. Ой, проклятая женщина. Покоя им нет, ее нет. Всю душу вымотала. Попробуй поднять этот скамин. Увы. Ой, тяжелый, тяжелый. Ой, не леете на меня. Ой, холодный. Ай, ой, моя бедная нога. Ой, помогите. Салам алейкум, ата. А, это ты, канат. Как ваше здоровье? Не жалуюсь, канат. Заживаем отмеренные нам дни. Надолго приехал? Нет, завтра думаю обратно. Двенадцать и сей. Завтра. Какие новости у вас? Какие у нас новости? Целыми днями за опциями гоняю. А вот про себя рассказать могу. Ну? Приезжали с райком комсомола. Они хотят послать меня учиться. Это хорошо. Мать об этом знает? Пока нет. Я приехал посоветоваться. Ай, 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 ай. Убирайте их прочь. Вы только посмотрите, до чего додумались эти джигиты. Когда ты человеком станешь? Ну, скажи, чего ты смеешься? Согласи и радость, там, где смех не в тягость. Мудрец. Неужели нельзя найти себе товарищей постарше? Ты только посмотри на своих друзей. Один другого меньше. А да ну тебя. Зато они самые верные, мама. Я тебе покажу, верный. Людей постесняйся. Бесстыдник. Ой. Мам, может быть, не надо? Соседи будут смеяться. Нет. Может, забыл? Нет, мам, нет. Это камчатца. Отец хотел, чтоб ты вырос. Чтоб я вырос. Сильным, как батыр. Сильным, как батыр. Крепким, как сталь. Крепким, как сталь. А ты? Ой. Буду, мама. Буду, как сталь. Чтобы от вздохного мужчин опускали глаза. А, а я саду. Эй, Брул. Канат приехал домой. Позови его, пожалуйста. Может быть, он польет нашу кукурузу. Сам поливай. Ты слышишь? За тебя работать никто не будет. Не будь мягким, как шпецка. Будь чертым, как камень. А этот очень. Как ты думаешь, приедет внучка. Может, и нам ее камчой получить, а? Скажи мне, сколько тебе? Двадцать один. Ах, двадцать один уже. А ведешь себя, как малый ребенок. Ой, мам, хватит. Умру, как будешь без меня жить. Один останешься. Совсем один. Некому тебе будет прислониться. О, Аллах, будь милостив моему сыну. Будь терпеливым. Рудолюбивым. Как муравей. Храбрым, как орел. Буду, мама, буду. Я замучилась с тобой. Довольно. Так быстро? Ты ведь только начала учить. Поднимите голову. Почему не приезжал так долго? Занят был. Не надо, мам. Не буду, не буду. Да ладно. Ты куда? Пойду умоюсь. Всему свое время. Сначала пойди поздоровайся со стариками, а потом будешь умываться. Понимать надо. Виноват, товарищ генерал. Салам, алейкум, ата. Алейкум, салам, канат. Спасибо, что пришел. Не забываешь нас, стариков. Как дела? Хорошо, ата. А здоровья? Не жалуюсь. Канат, подойди ко мне. Дай я тебя поцелую, дорогой. Давно не виделись. Здоров ли ты, сокол мой. Вот и хорошо. О, сегодня вы такие нарядные, словно жених и невеста. О, какие красивые. Радость у нас большая. Внучка к нам приезжает. Эту заметку я вырезал два года назад. Ваша внучка? Да, да, внучка. Машина едет, слышите? Внечка к нам приезжает. Внечка Маландорф приехала. Она в город ездила. Канат! Приглашай крестных к обеду! Приходите к нам обедать. Ата! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, как он там жить будет? Дитя ведь еще А когда же я буду взрослым? Слышите, дитя Не обращай внимания, они темные, отсталые люди Будешь умных людей слушать, передовых Вот, которые все понимают То и сам никогда не ошибешься Смотрите, как разошелся Эй-эй-эй Да, сынок, мне бы твои годы Профессор Академиком мог стать Ну, что ты весь, да, 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 да Раскудахтались, как куры Не верите, да? А я могу фактами подтвердить, фактами Письма с фронта сохранились, вот. Подумать только. Давно это было. Шлю тебе из великого лука привет. Постой, Азиз, что это за лук такой? Великие луки, город такой есть в России. А я его зашифровал. О, ненаглядная буру, жена моя. Читай, читай. У нас вчера был бой. Всходного командира нашего убило. Когда я взял командование на себя, выскочил из окопа и во весь голос крикнул, ура! За мной бросились все команды. Командую вперед, вокруг пули свистят. А я бегу и бегу, и ни одна пуля меня не берет. В правой руке граната, в левой руке граната. Раз, бросаю в один танк. Раз, бросаю в другой танк. Загорелись, заполыхали оба, потом взорвались. А третий испугался и повернул назад. Разве это не подвиг, как шокалы? А ведь мы всему верили тогда, что он нам писал. А помнишь, к тебе какой-то известный поэт приезжал? Про Азиза расспрашивал, а после? Напечатал стихотворение, которое, кажется, называлось «Гроза фашистских танцев Азизалы». Как не помнит, я плакала ночами, когда читала его письма. Еще больше, когда про него читала стихи. Что имеем, не ценим. А когда что-нибудь потеряем, плачем. Вот когда напечатают мою книгу, поймете, рядом с каким человеком жили. Чего вы смеетесь? Плакать надо. Кустамеля. Канад, пойдем со мной. Смотри, уедешь, забудешь мать, потеряешь все, своих близких, землю, самое дорогое. Ты запомни это. На. Годы идут. Время летит. Как табун неземных коней. Крикнуть хочу, а голоса нет. На закате последних дней. Это стихи того же поэта, который написал об Азизе. Встречайте дедушку. Бегите, бегите, бегите скорее. Сейчас ты увидишь него. Салам алейкум. Здравствуйте, Петр Иванович. Здравствуйте. Приедете. Если бы у меня был сын, все было бы иначе. А твои дочери, живущие в городе, забыли своих родителей. Будь они прокляты. Не подходи. Сын всегда жил бы со мной в одном доме. Понимал бы меня с полуслова. Не бросил бы меня. А я нянчил бы внуков. Тогда, после войны, мы тоже, как рыску, могли взять, из детдома мальчика и усыновить его. Он в тысячу раз был поблагодарен. У меня судьба их. У них свои семьи. Работа. Заволчи! Плевать я хотел на их мужей, на эти их дипломы, диссертации. Они за 20 лет ни разу не навестили нас. Отец, что с тобой? Помоги ему! Отец, отец, сейчас тебе станет легче. О, салам алейкум. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, в дом зайдете? Скажите, товарищ Дюшелеев, кто это вам позволил нарушать законы? Товарищ председатель, я ничего плохого не сделал. Я его предупреждал. Упрям. Не знаешь, что делать? Иди своей дорогой. Он предупреждал. Дюшелеев, вам же хорошо известно, что мы строим новый современный АЮ. А здесь всякое строительство и капитальный ремонт запрещены. Может быть, вы об этом забыли? Не забыл, но поскольку построил новый дом. Да постановление построили. Это меняет дело. А ворота уберите. Бригадир, приезжайте в правление. Поговорил я тебе. Так я вас и послушал. Черт, а с два я уберу ворота. Я их на свои кромные деньги строил. Понятно? Твой председатель не бог. Я справлюсь с ним. Вот съезжу брату в город. Да. Ты на меня не сердись. Про свеклу, про план я все знаю. А кто из вас прав, кто виноват, не знаю. Чего пришел? Мне... мне поговорить надо. Говори. Овец хочу сдать. Райком посылает учиться. Ну и поезжай на здоровье. Ну, у меня... не хватает овец. Вы взяли и до сих пор не вернули. Эх, канат. Заящи твоя душа. Будь мужчиной. Может, женить тебя, чтоб смелее стал. Один не боишься спать. Как же насчет овец? Не беспокойся. Пока я за фермой, все будет в полном порядке. Можешь мне верить? Я не могу больше ждать. Ладно. Уговорил. Получишь своих овец через пару дней. Хорошо. 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 Ой, Альдар! Вставай, вставай скорее! Внучка приехала, кровиночка моя. Вот и в наш дом радость пришла. Внучка! Аллах! Разуми меня, как поступить. Скажите, я не ошибся, Айдар Ата здесь живет? Да, миленькая, ты не ошибся, он живет здесь. Вылетай, приехали. Айдар Анат. Айдар Анат. Не говори, молчок. Не маленький, сам понимаешь. Никому ни слова. Ладно. Ну, вот и хорошо. Сегодня поесть, кто порыбавит, и возьмешь 20 лет. Да, вот еще что. Если на комиссии тебя спросят, почему некоторые овцы маленькие, скажешь, хворали, мало есть. Понял? Нет. У меня все овцы были здоровые. Тебе вернут однолеток. Вместо твоих полуков двухлеток. Бояться тебе нечего. Ты комсомолец, передовик. Поверят, не сомневайся. Сапарбаевских овец надо обязательно загнать в середину, чтобы не бросались в глаза. Ну и потом, я ведь тоже в комиссию вхожу. В случае чего, разве я тебя брошу в беде? Крыть. Овец я возьму. Только больше не впутывайте меня в ваши грязные дела. Постой. Вот, держи. Зачем? Это тебе за вредность производства. Оставьте их себе. Канат, погоди. А то потом будешь говорить, что обманул тебя. На, возьми. Не Сапарбаев, не тебя и твоих денег. Я не хочу видеть. Иди прочь. Эх, дурачок. Кого ты хочешь удивить своей честностью? На, возьми. Отпусти. Ну смотри. На комиссии я всем буду говорить, что ничего не знал о твоих махинациях. Подожди, мать. Тー sl multiples. Нат伎. Ти. 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 Корр. Ти. Прём. Здрасьте. Привет. Канад! Девушек не видел никогда. Ну что, уставился? Ма, кто это? Внучка Эдара. Живет у нас временно. У нас? Почему? Долго рассказывать. Сынок. Что-нибудь случилось? С чего ты взяла? Не скрывай. Скажи лучше правду. Мать обмануть нельзя. Нечего мне скрывать. Я приехал вот, а ты меня подозреваешь в чем-то. Да, но ты приехал как вор. Почему? Ты всегда возвращался домой по большой дороге. За тобой бежали дети. И я издалека слышала, вернулся мой сын. А как ты пришел сегодня? Через горы, огородами, прячется от людей? Говори скорее правду. Не мучай меня. Успокойся, мама. Успокойся, мама. Ну просто у меня забрали оттару. Не может быть сын. Ты отдал сам? Нет. У меня куда-то пропали двадцать овец. Как пропали? Не знаю. Наверное, отбились от оттару. Тебя посадят в тюрьму. Тебя посадят в тюрьму. Нет, его потянуло в горы. О, Аллах, за что караешь нас? Только начали жить по-человечески. Не надо, мама. Уйди. Господи, что у вас случилось? Подержи, милый сайкал. Успокойся. Уйди, команда, уйди. Тебя плохо? За что? За что? Воды! Мама, выпей, успокойся. Я не могу успокоиться. Душа болит. Я не умер. Жив-здоров. Хуже было. Жили ведь, мама. Верну, верну. Что будем делать? Продать дом. Ну, кому он нужен? А иврит снесут. Не беспокойся, рассчитаюсь. Ты рассчитаешься. Ой, я ничего не понимаю, сайкал, что у вас случилось? Ничего. Богач вот это татару пас и двадцать колхозных овец где-то потерял. Ой, горе какое, несчастье-то какое, канат. Ну, началось. Сынок, как же это случилось? Бедная сайкал. Послушай, канат, сдайте своих овец в колхоз, вот рассчитайтесь. Шарин правильно говорит. Садим и все уладится. Сколько наших овец в атаре? Одна. Сколько? Только одна! Мама, что с тобой? Не беспокойся, я пока не сошла с ума. У людей по 10, по 20 овец. А у нас тут даже не знаешь, смеяться или плакать. Да, бедная Сайкал. Мама. Мамочка. Если бы Камча помогала, ты бы давно стал профессором. Или хотя бы учетчиком. Пошла. Никуда эта гульжан моя ушла. Она ведь голодная, наверное. Я покормила ее. Не обижайся. Худенькая она очень. Вот я и беспокоюсь. Не кормят их в городе, что ли? Мама, я пойду поищу ее. Смотри, какой быстрый. Глядишь, может, и породнимся. Да что ты, он на девушек боится смотреть. Это они при нас так ведут себя. Мы с тобой хитрые так же, как они. Не помнишь. Я не помнила. Ха-ха-ха. Ты сейчас слышишь, и видишь? Я не знала. Говоришь, знала. Эх, молодая. Да. Ай, как быстро летит время. Гульжан, вас обедать зовут. Я забыла про все. Здесь потрясающе красиво. Смотрите, какой камушек. Я обязательно возьму его с собой в Москву. А почему вы хмурый такой? Это вам показалось. А вы живете в Москве? Что вы, нет. В Москве я буду учиться. Сюда заехала навестить бабушку с дедушкой перед отъездом. А-а-а. А вы где-нибудь учитесь? Да, буду. Райком посылаю. А-а-а. А-а-а, появилась. Сапог у меня прохудел. На, почини. Сам почини. Новость слышал? Я всегда знаю все новости. Так надо что-то делать. Бедный сайка. Ты все прочитаешь. У меня столько дел. Опаздываю из-за тебя. Подсели за поей. У тебя вечно дела. О, женщины. Волосы у тебя длинные, а ум короткий. Делай, что тебе сказано. У соседей большое несчастье. А тебе до этого и дела нет. Не буду чинить. О, ненаглядная моя, Бурул. Не сердись ты меня. Я как раз думаю, чем мы можем им помочь. Подойди, подойди. Мы дадим одно овцу. Другие дадим. Пойду поговорю со стариками. Одной овцой дыру не залатать. Сама понимаешь. Стариков надо расшевелить. Как-никак во главе со мной, Бурул. Это коллектив. Ладно уж. Давай, сапог. Давно бы так. Всяк сакалы, кроме тебя, собрались на холме. А ты все лежишь. Да встань же, наконец. Внучку родную не пустил на порог тебе этого мало. Теперь снова хочешь нас опозорить. Иди послушай о чем. Говорят, умные люди. А ну, вставай, несчастный лежа богом. Глупые вы женщины. Кто вас придумал только? Все несчастья от вас идут. От нас, от нас. Ты оставайся, а я пойду. Стой, безбашница. Давай одежду. А, ну, вот сразу бы так. Сейчас я тебе подам. Сейчас. Так. Вот и хорошо. Давай другую руку. Пока не вгонишь меня в могилу, то успокоишься. Я ведь без злобы. Прости меня. Нельзя нам от людей отгораживать. Никого нет. Куда спрашивается торопился? А я бросила дома все свои дела. Не кричи. Давай помогу. Держи ее. Эй, что вы здесь делаете? Нашли место для игры. Марш отсюда. Нет, не пойдем. Это почему же? Отпусти овцу. Зачем она вам? Не отпустим. Все ребята обещали помочь нашему канату. А без нашей помощи его посадят в тюрьму, да? Угу. Вы обещали? Отца вы спросили? Отец, мы думали, ты не позволишь. Но я отработаю. Скоро буду работать. Посмотрите на него. Хозяйничает. Он отработает. А кто тебе поверит, сопляк? Пошел вон отсюда. Одну овцу не дашь, нам всех отравлю. Не понял. А ну, повтори. Отравлю. Ты их сам вырастил? Или на базаре купил? Ты, может, следа для них накосил? Отравлю? Я тебя научусь. Ну, вот век, сынок, опомни. Что они такого сделают? Эти вот богачи хотят дурачку канату. Овцу мою подарить. Канат, парень, хороший, а ты жадина. Вот. Один хочет овец отравить. Другой кричит, ты жадина. А может, вы, когда подрастете, меня отравите? Не вижу ничего дурного в том, что твои дети хотят помочь человеку в педе. Перестаньте. Нечего им потакать. Я не знаю. Опять вы надели на себя всякое трепье? Ну, хоть сейчас с умой померу пускай. больно сам виноват иди в дом не пойду я должен овцу привезти обещал кому обещал кому дорогая сайкау в народе говорят пришла к молодцу беда народ выручит всегда мы все хотим помочь тебе кто чем может от чистого сердца что с тобой чего ты стоишь иди иди совсем растеряла да иди же стоит как неживая не знаю как вас еще и благодарить спасибо за помощь спасибо дорогие куда вы постойте родные не уходите останьтесь отведайте моего угощения нет нет никуда вас не пущу не обижайте меня останьтесь прошу вас не уходите прошу вас канат канат а ну выходи выходи чего прячешься ходи выходи ты не девушка на выданье чего в доме сидишь овец терять не стыдно было а людям поклониться стесняешься эй бурул дорогая поставь самовар поблагодари всех людей поклонись не бойся они желают тебе добра люди почтенные пожелаю миру их дому так вот айтар крест и твой поблагодари его людская доброта свята рыскулова поблагодари всегда почитай старого человека всем поклонись а здесь вот тоже пришел поклонись ему поблагодари и смотри весь айтар елку люди не бросили нас в беде каждый вопрос от чистого сердца а дон язык проглотил от радости я вот что хочу сказать мы пришли потому что все мы люди а люди всегда должны быть вместе и в беде и в радости и печали обычай этот завещали нам деды и отцы мы с вами должны помнить об этом прекрасном обычай и передать его нашим детям вот так я думаю и вы наверно согласны со мной так или нет если бы мы не помогли я бы ты взяла столько овец и колопат вот мои овцы бери их двух привел спасибо родной все правильно говорить мы должны передать наши обычаи наши дети это все слова слова сломать 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 мама хватит да вольно сломать 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 сколько собаку не корми она будет от тебя лаять ап ап пошли идем домой и а Куда же вы? Не пущу. Дорогие мои, не уходите. Простите, вон же еще молодой и глупый. Не убежайте. Идите, дорогие, в дом. Всех приглашаю. Чаем угощу вас. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие мои, не уходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие мои, не уходите. Дорогие мои, за что же ты их хочешь обидеть? Ты такой гордый у меня, почему не отказался вчера? Прошу тебя, помнись! Приди в себя! Одумайся! Одумайся! Нет, мама! Канат! 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 Наверное, соскучился по камчаток, я принесу ее! Тетя, что вы делаете? Канат! 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 Я не позволю! Канат! Держи асту! Вставай, мама! Стой! Боже мой! Слышь! Ах, Аллах! Как правильно было, попада к мутам? На! Да шо ты вперёд ли? Эй, канат! Стой! Стой, канат! На! Островись! Стой, Канад! Канад, погоди! Я тебя хочу... Канад! Стой, Канад! Канад, погоди! Островись, Канад! Островись, Канад! Поведь всех раздал. Да. Вот этих забыла. Отдай. А я побираться пойду. Зачем? Скажи, ты зачем сюда пришел? За ней вот? Она тебе не пара. Сегодня здесь, а завтра уедет в город. Внучка, иди в дом. А что, моя внучка, кривая или косая? Прости меня, не соображала, что говорю. Я ведь не хотела обидеть ее. Интересно у тебя получается, не хотела, а обидела. Ширин! Гульжан! Идем! Это я во всем виноват. Куда вы? Ширин! Из-за твоего окаянного упрямства мы воили поссорились со всеми. Даже самая близкая подруга от меня ушла. Мама. Да, тебе надо понять. Ты не один. Ты, сынок, живешь среди людей. Понимаю. Тебя, дурака, эти люди жалеют. Думаешь, они поверили, что ты потерял колхозных овец? Почему меня жалеют? Я не нищий, не калека. Я здоровый человек. У меня голова есть. Но вы мне самому думать не даете. О! Ты всю жизнь повторяла мне. Ты у меня сирота. Ты несчастный. Ты ничего не умеешь. Учила чужую жалость, как хлеб есть. За меня думали и все решали. Ты, другие, весь Аил. Со мной никто не считался. Хватит! Как ты можешь такое говорить? Смерть детей. И я похоронила. Но Аллах с милостью оставил тебя. Ты не знал, что такой голод не испытал его. Я надрывалась, чтобы прокормить тебя. Я всегда боялась оставить тебя одного. Наверное, я не умираю поэтому. На богатство мне наплевать. Я хочу няньчить внука. Твоих детей. Овец, пожалуйста, можешь всех раздать. Добра во дворе. Вон сколько. Мне ничего не жалко. Раздавай. Пропаде оно пропадом, это добро. А умру завтра, как будешь меня хоронить? Кто придет на мои похороны? Скажи мне. Никто ты всех оттолкнул от нас. Не получай! Не бей его! Убатбек! Убатбек! Добрый день! Здравствуй! Убатбек! 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 После показателей твоей нам известны. Запугать меня хочешь? Нет не выйдет. Я не встану перед тобой на задние лапки! Не будет этого! Я тебя не понимаю. И не поймёшь, где тебе? Для таких, как ты, существует только свёкла да план. Чу! Чу! Бабака! Эй, что делаешь? Отдай книгу! Что ты себе позволяешь? Я мужчина! Скажите, вспомнил мужчина. Мужчина обязан делами заниматься, а ты сидишь тут и читаешь книги свои. А что творится у нас, мои или не знаешь? Ну и знать не хочу. О, горе мне! Сорок пять лет. Я терплю этого человека. Эй, что ты там мелишь? Что происходит на белом свете, его не интересует. Канад вернул всех овец обратно. А нам какое дело? Ему помогала наша Гульжан. Ах, ничего другого я и не ждал от неё. Твоя порода. А ведь хорошо так получилось, что она ему помогала. Гляжу на них, вот любуюсь, хорошая пара ничего не скажешь. Они похожи на нас с тобой в молодости. А может, их поженить, как ты думаешь? А пойдёт она за неё? Слово, женщина, пустой звук. Меня она не послушает. Ты, дедушка, она тебя боится. Поговори с ней по-мужски. Поговорю. И пусть живут с нами. Ага. Пойду и скажу ей прямо, хватит с нас учёных. Сейчас же и пойду. Гульжан нарожает детей, у нас с тобой будут внуки. Она ведь не чужой, она мой крестник. Да. Подай-ка мне праздничный чапан, а я покажу. Ты не должен отказываться. Учиться тебе обязательно надо. Нет, не поеду. У меня мать. Я не могу её одну оставить. А, ты приносишь себя в жертву. А вот я так бы не смогла. Твоя жалость вознаградила меня за страдания. Гульжан, я не встречал девушки красивее тебя. Смотри, какая красота вокруг. Канат прошутит. Не говори ничего, хорошо? Хорошо. Смотри, смотри, идут. Зайкал, я им скажу сейчас. Скажи, шериф. Душа моя, красавица. Внученька у меня. Сердце разрывается, пока не увижу тебя. Канат, мальчик мой. Будьте счастливы, дети. Пусть все невзгоды минуют вас. Да благословят вас духи предков. Вот, вон. Будь счастлива, канат. Внученька моя. Идём, родная. Иди, Гульжан. Поклонись, сайкал. Будьте счастливы, дети мои. Канад, иди сюда. На тебя что стал бняк нашел? Радуйся, мы так решили. Волю не выполнишь нашу, никогда тебе этого не прощу. Будьте счастливы, дети. Жаль, отец твой не должен до этого дня. О, дорогие дети мои, будьте счастливы. Дай я тебе поцелуй. Вы как голубь с голубкой. Что это значит, бабушка? Мамыч. Идем. Пусти. 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 Я ведь твой сын. Мама, разве можно так поступать? Как вы могли! Прежде надо было нас прозить! Сынок милый, не буду больше. Ты прости меня, старую. Сынок милый. Сынок милый. Дай водки. Водки нет. А это что? Эта водка не продается. Ты что? Возьми. Возьми. Кубат Байкек по хитрец, он чужое любит брать. С чабанов берет, а овец сам не хочет их списать. Замолчите, паршивцы. Он чужое любит брать, Счабанов берет, а овец сам не хочет их списать. Назар! Назар! Зачем он тебе? Он нужен мне. Бег, где Назар? Он убежал. Сказал, что ты вот, что ты обманул каната. Это правда? Замолчи! Поиди Назара приведи. Я не знаю, куда он убежал. Папа, а правда ты каната обманул? Нет, нет, нет. Ты сам видел, как он меня опозорил. Мама, я что-то плохо чувствую себя. Сходи в магазин. Не проси ты меня. Не могу я пойти. Отвернулись от нас люди, сынок. Не могу я за ворота выйти. Ты опозорил всю нашу семью. Опозорил? Плевал я на это. Все нам завидуют. Считай, это же дни. Засловят. Остали. Пусть на себя посмотрят. Кубат Бек Дюшалеев здесь живет? Да, штат. Я к вам из города приехал. Ну? Я там живу. И живи на здоровье. У вас есть брат? Брат? А в чем дело? Эм... Да вот... Знаете... Скончался он. Что? Когда? Мы не знаем. Понимаете, я сосед его? Или из риса? Вернулся. Зашел к нему. Соседи не подозревали ничего? А он мертвый лежал. Я давно голоден. А где были жена, дети? Жена ушла от него. Два года назад. Он жил один. Омер. А я жду его. Прошу, отвези меня. Куда? В город. А зачем это? Зачем? Привезти надо. Дома похоронить. Я тебе заплачу. Вот. Эм... Убери. Сынок. Мальчик мой. Мама. На кого ты нас оставил? Что ты сделал? Мама. За что покарал меня он? Слава. 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 Извините. Извините. Мальчик. Ужаси, кубат-бепор. Болящий, исцелит сострадающий утешица. Скорбим вместе с тобой. Горе вошло в твой дом. Мы разделяем его. Не отчаивайся. Слова сочувствия и дух крепят твой дух. Крепись, Кубатбек. Бедный Кубатбек. Угас моего плоти, в память о нем жива. Я желаю испытания для мати за тем, что и твое горе. Всех нас ждет эта дорога. Не отчаивайся, родной. Разделяем твое горе, Кубатбек. Лишился я брата. Опоры своей лишился я души, Которой ближе и родней не было. Горе, горе мне. Я отбившийся от табуна малолеток. Надо идти к Кубатбеку. Уже весь аил там. Только мы их задержались. Зови сына. Пора, как он там? Молчит. Слово не выкинешь. А внучка моя? Не слышно ее совсем. Не выходит из своей комнаты. Болит у меня сердце за них. Но сбоку набок ворочалась всю ночь, а уснуть не смогла. Все думала, думала. Видно, неправильно я поступила, Привязав сына к подолу своему. Цеплялась за клочок земли. Здесь похоронены мои дети. Отец, мать, дед. Мне председатель говорил. Приезжайте в новый поселок. Наверное, так и сделаю. Канад будет ходить в клуб на танцы. Ходят туда и девушки. Тебе только выступать на собраниях. А может, я и не права. Нет. Пожалуй, я не поеду. Зачем? Буду мешать ему. Кому я старая нужна? Канад, если захочет уехать, всегда сможет. Или в район, или в город, хоть в саму Москву. И пусть живет по-своему. Я с голода не умру. Прокормлюсь как-нибудь. Скопятить чашку чая себе сумею. Вот. Живет же рыскун. Тебя послушаешь? Прямо хоть вешайся. Не было такого у нас никогда и не будет, чтобы наши дети, родители своих немощных бросали. Чтобы мы не были нужны детям своим. Я не поверю. Нет. Нет, этого не может быть. Что мы их плохому учили, и нашу доброту они смогут забыть? Нет. Поживем, увидим. Канад, Канад, вставай. Рыскул уходит. Иди попроси у него благословения. Дети мои, славные мои, не подумайте, что я выжил из ума на старости лет. Бросаю вас и ухожу в дальнюю дорогу. Перед смертью хочется мне увидеть могилу моего сына. Благословите меня. Помни. Пусть будет легким твой путь. Да, будет так. Возьмите хлеба, родной. Отпей молока. Да будет светлым твой путь. Спасибо. Аксакал, в своей новой книге я обязательно напишу о вашей мудрости. Да сбудется ваше желание. Спасибо, спасибо. Спасибо. Живите долго. Счастливой дороги. Возьми, дедушка. Спасибо, Джигит. Расти большим здоровым. Аксакал, примите. Не обессудьте, что мало. Счастливой вам дороги. Спасибо. Благословляю хлеб твой. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Забыл выключить приемник. Батарея иссякнута. Сам замолчит. Не выключайте. Удачи. Спасибо. Не пойму, куда ты так спешишь. Подождал бы своего приемного сына, Петр Иванович подвез бы тебя до большой дороги. Правильно, Аксакал. Зачем вам идти пешком? Я организую машину, она подвезет вас. Не надо, дорогой. До асфальта недалеко. Я дойду потихоньку. Пройдусь по дороге, знакомый с детства. Давно я по ней не ходил. Стал забывать ее лицо в последние годы. Вот, пройдусь по ней и вспомню. Будьте здоровы! Родные мои! Не ходите дальше. Идите домой. Будьте живы и здоровы. Взял благословение? Нет. Догоню. Вот так! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»